Дети растут быстро. И если вчера ваш малыш только учился ходить, то сегодня он уже с удовольствием бегает по всей квартире. А современные дети еще и очень активны. Они выплескивают энергию постоянно. Их трудно удержать на месте, им хочется двигаться. И не стоит эти желания убивать на корню. Прежде чем предложить ребенку тихо посидеть и порисовать, подумайте над тем, как организовать активный досуг, ведь это прежде всего здоровье малыша. Спорт – один из самых простых способов использования энергии малыша с пользой. Благодаря специализированным занятиям и спорту вы приучите ребенка к самоконтролю и дисциплине. И самое важное – спортивные занятия снизят риск развития сердечно-сосудистых простудных болезней. Одно из универсальных занятий – бег. Но не просто бег, а бег в игровой форме. К примеру, в детской школе бега энергию активного ребенка направляют в правильное русло. Молодой спортсмен Даниил Сидоров, основатель этой школы, не просто любит спорт. Занятия с детьми приносят ему удовольствие. Ведь растить в молодом поколении спортивный дух, дух соперничества и стремление дать детям возможность выплеснуть лишнюю энергию в правильное русло – главное для тренера. Традиционно у них проходит разминка, но у них не проходит, получается, просто бегаешь 12 кругов, но у них проходит по квадрату условно. Пол спортзала беру и полосу препятствий ставлю, чтобы видели визуально, куда надо идти. Следующее упражнение делать, да. И по кругу делать так, 15-17 упражнений, выходит по времени, там, минут 15 разминку делать, как обычно. Потом дальше уже, чтобы не скучно было, тоже игры добавляем. Вовлекаем процесс и нормативы сдают прыжки в длину у нас, отжимания, пресса. По каждому возрасту свой норматив. Продолжение следует... Кандидат мастера спорта по легкоатлетике, призер Чувашской республики по горному бегу, призер всероссийских сельских спортивных игр не стоит на месте. Даниил Сидоров в спорте 15 лет, повышает свою квалификацию как тренер, узнает много нового на специальных курсах, общается с коллегами-спортсменами. Все это делает его занятия веселыми и интересными для детей. Игры обычно на внимательность, там, пол, потолок, нос, уши показываешь и потом их путаешь. Они внимательны становятся и дальше занимаешься с ними упражнения. Там, хвостики, это получается, хвостик сзади крепишь, и дети все бегают по всему залу. Их догоняешь. Я, они мышки, я кошка, например. Дергаешь хвостики, они мне помогают остальных догонять. У которых полно энергии, они здесь оставляют энергию и дома спокойно ложатся спят. А у которых скромные, здесь они раскрывают свой талант. Различный спортивный инвентарь помогает разнообразить занятия с активными детьми. К тому же на занятиях нередко проводятся мастер-классы от ведущих спортсменов нашей республики и страны. На таких тренировках не бывает пусто и тихо. С визгом и волей победе дети не просто выплескивают свою неуемную энергию, но и занимаются спортом, за что тренера поощряют, что становится стимулом для дальнейших занятий детей. Дети занимаются от трех лет. Их не застаешь просто бегать. Все занятия проходят в игровой форме, чтобы вовлечь их в процесс, чтобы он каждый тренировок ждал. Он дневника собирает, наклейки, хорошо, умница, старайся. Его мотивирует это, целый день их собирать. Целый день их собирает и подарок получает. У него глаза загорят, чтобы приходить на следующую тренировку. Здесь полезные и веселые занятия бегом не дадут заскучать ни одному ребенку. Девчонки-мальчишки занимаются от души. Меня зовут Саша. Я в школу бега хожу уже пять месяцев. Мне тут нравится заниматься. Мы тут играем, мы занимаемся и играем. Ну, с чем занимаетесь? Может, тебе какая-то игра нравится определенная? Да, морозка. Мне нравится игра морозка. И еще рыбак и рыбка. Детскую школу бега могут посещать дети уже с трех лет, что позволяет общаться с другими детьми и находить новых друзей. Плюс качественная спортивная подготовка и возможность провести время с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова